Белорусско-китайский клуб Святого Иоанна Шанхайского существует в Бресте уже год. В сообществе сегодня состоит около 50 человек. Здесь собираются брещане, которым особенно интересна история и быт поднебесный. Кроме того, на встречи в общество приходят и гости из Китая, которые сегодня проживают в Бресте. Они с удовольствием познают славянскую духовную культуру и традиции. Клуб мы организовали около года назад, как раз в феврале 2013 года, для того, чтобы сблизить две очень далекие друг от друга культуры, белорусскую и китайскую. Этот клуб я очень-очень люблю, потому что мы можем друг другу помочь. Я хочу учить русский язык, а он хочет учить китайский язык. Но обычно недели мы будем каждую неделю в пятницу встретимся и разговаривать, общаться и друг другу помочь. Главный ритуал поднебесной – чайная церемония, история которой уходит в далекое прошлое. Без нее не обходится ни одна встреча. Руководитель клуба Алексей Купряков профессионально владел мастерством заваривания чая и традициями его подачи. Считается, что при правильном употреблении этого благородного напитка его свойства благоприятно влияют на организм. Чай бодрит, тонизирует, устраняет сонливость, предотвращает возникновение и развитие хронических заболеваний, повышает иммунитет. Однако чайная церемония – это не весь список мероприятий, которые привлекают ценители культуры поднебесной. Я интересуюсь международными, наверное, культурными достояниями. И в частности, чайная церемония относится к традиционной китайской культуре. Именно поэтому мне это очень близко. Я с Алешей познакомилась, а потом у меня есть такой вопрос, можно с ними вместе поговорить. Да, и они тоже друг другу помогают. Я учила русский язык, а они учили китайский язык. Великий философ Конфуций говорил, даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Во время встреч, которые, к слову, проходят в помещении Братства Свято-Симеоновского кафедрального собора и Воскресной школе Свято-Николаевского храма, представители Китая знакомятся с белорусской духовной культурой и традициями, обучаются русскому языку. Брещане, в свою очередь, узнают менталитет и нравы поднебесной. Параллельно осваивают письмо и уроклифами и знакомятся с дыхательной гимнастикой. Члены клуба уверены, что открытый диалог на берестейской земле за чашечкой китайского чая поможет двум культурам активно сотрудничать и создавать совместные креативные проекты.